Привет! Финиш ремонта уже хотя бы виден на горизонте, так что думаю пора начинать цикл роликов про создание мебели уже в наш дом. И судя по гулкому эху, я думаю уже понятно, что в первой списке у нас идет большая тумба под раковину. Раковина уже куплена и она у нас смонтируется под столешницу, так что использовать покупную ЛДСП мы не можем, она скорее всего разбухнет. И именно поэтому наш выбор пал на изготовление столешницы с помощью эпоксидной смолы. Приблизительно вот такой результат у нас должен получиться. Ролик будет из двух частей и в этой покажу как делал столешницу. В основном вся столешница будет изготовлена из 18-мм шлифованного ДСП. Толщину столешницы мы увеличим путем склеивания двух таких листов. Так что вырезаем такой же и склеиваем. Ширина столешницы будет 60 см и у меня чуть не хватило ДСП, так что пришлось напилить и приклеить небольшие доборы. КОНЕЦ КОНЕЦ Как уже сказал, раковина монтируется снизу, так что отправляюсь на чипу, чтобы вырезать все отверстия еще до заливки смолой. Сама раковина глубиной около 200 мм, плюс еще 35 мм толщина столешницы, и это мне уже показалось слишком, поэтому я сразу выбрал паз в половину толщины столешницы, тем самым подняв раковину на 18 мм. Следующим этапом была подготовка к заливке. В основном вся опалубка была сделана из ПВХ сэндвич панелей для оконных откосов. Ну а опалубкой для раковины послужила вырезанная часть из той самой столешницы. За день до того, как начать приклеивать опалубку, я развел немного эпоксидной смолы и промазал ею торцы столешницы, чтобы при окончательной заливке она не так сильно впитывалась, а также промазал места, куда в теории может попасть вода. Внутренний овал я сначала хотел просто проклеить скотчем, но вовремя от этой идеи отказался, потому как через него на смолу перейдут все неровности от опилок. Так что я взял старый лист тонкого акрила и приклеил на ДСП небольшую полоску. На все места в опалубке, которые будут соприкасаться со смолой, я нанес восковый разделитель в спрее. Все щели, стыки и примыкания я заполнял термоклеевыми стержнями. На герметик приклеил лишь овал, который идет в раковину. Для того, чтобы поставить вертикальные стенки опалубки в нужный размер, пришлось зафиксировать некий шаблон в месте, где будет стоять столешница. Ну а теперь пришло время заливки. Работа очень ответственная, именно поэтому я буду использовать уже проверенную эпоксидную смолу от фирмы Artline. На всю столешницу мне потребовалось 5 кг смолы. Для того, чтобы понять, какой объем смолы потребуется, нужно перемножить длину, ширину и высоту в сантиметрах и умножить получившийся результат на коэффициент погрешности, равный 1,1 грамма на сантиметр кубический. Ну а если вы ленитесь, то можете просто зайти на сайт Artline и воспользоваться калькулятором расхода эпоксидной смолы. Ну а я сначала выливаю смолу в отдельную чистую тару и замешиваю там белый краситель. Белый, потому что у нас будет некое подобие мраморной столешницы. После того, как краситель перемешался, я добавляю в смолу отвердитель пропорции 2 к 1, но если что, при каждом заказе смолы в комплекте идет подробная инструкция. Я замешивал несколькими частями приблизительно по литру, так было легче контролировать распределение смолы. И первая заливка была распределена по опалубке, чтобы проверить ее герметичность. Ну а еще забыл сказать, что нужно выровнять столешницу в горизонт. Это, конечно, не так легко сделать на такой площади, но даже если вы где-то упустили уровень, то после заливки можно ориентироваться по самой смоле. Возьмите спичку и опустите ее в смолу в разных местах заливки. Тем самым вы поймете, где самое глубокое или самое высокое место. И путем подкладывания чего-либо под разные углы вы сможете выровнять плоскость. Прожилки мрамора рисовались той же смолой, окрашенной в черный цвет и обычной ниткой. И здесь нужно поторопиться, так как время жизни смолы около 40 минут. Опускаете нитку в черную смолу и укладываете ее на заливку. После, воспользуясь строительным феном или просто обычным феном, раздуваете устраивающий вас обоих рисунок. У меня с рисованием не очень, так что эту процедуру я доверил жене. И, конечно, вы, наверное, спросите, а что там насчет скидок? Их есть у меня. По промокоду CECH вы можете получить 5% скидку. Ну и, конечно, стоит добавить, что заказывая смолу по моей ссылке в описании к ролику, вы очень сильно помогаете развитию моего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Спустя 24 часа можно снимать всю опалубку и приступать к фрезеровке кромок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok